Прояснить картину трагического происшествия следователям удалось уже в первые дни. 15 октября 2022 года осужденный в дневное время охотился со своими знакомыми вблизи деревни Березовка Дмитровского района Орловской области. В процессе охоты он не принял достаточных мер и не удостоверился в безопасности другого охотника, 29-летнего жителя Железногорского района. И произвел выстрел в кустарник, где находился последний, тем самым причинив ему смерть. В лицензионно-разрешительных органах Росгвардии говорят, исходным обстоятельством любого случайного огнестрела является нарушение базовых принципов обращения с оружием. Начиная любые манипуляции с оружием, необходимо убедиться, что оно не заряжено. Запрещается ведение стрельбы по невидимой цели на шум или звук. При проведении стрельбы цель должна быть четко видна. Стрельба из оружия ведется в отведенных для этого местах. Охотник обязан обращаться с оружием так, как будто оно всегда заряжено и готово к выстрелу. Оружие необходимо держать так, чтобы оно было направлено в сторону от людей, домашних животных или построек. За ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения граждане привлекаются к административной ответственности с конфискацией оружия и патронов к нему. Как выяснилось следствие, на этот раз стрелка и его невольную жертву разделяло всего каких-нибудь 30 метров. Стало быть, охотник стрелял именно вслепую. Анализируя несчастные случаи на охоте, следователи вычлели обстоятельства, общее почти для всех ЧП. Это браконьерская добыча зверя. Вынужденные действовать тайком. Охотники попросту не могут выполнить мер безопасности. Вот и в этот раз, хотя стрелки и находились в охотугодиях законно, лицензии на добычу косули не имели. Одно животное потерпевший убил своим предыдущим выстрелом, но единственным браконьерским трофеем охотники не удовольствовались. Результат известен. Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год 6 месяцев. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года. А также судом удовлетворены исковые требования потерпевших на общую сумму 2 миллиона рублей. Кстати, как сообщили в СК, за браконьерство участники роковой охоты также были наказаны. Иван Суверин, телеканал Первый областной.